Всем привет! Сегодня мы будем делать обзор вот этих двух средств. Они от Beauty Lab, от компании Faberlic. Это у нас гидрогелевый патч из краба для губ. А это маска. Кислородная экспресс маска для лица, идеальный тон и увлажнение. Посмотрим их эффективность, как они справляются с поставленной задачей. И приятного просмотра. Начнем мы с этих скрабов и с гидрогелевых патчей. Так, здесь вот маленькая вот эта вот часть это скраб. А здесь вот такой вот в оставшемся квадратике это патчи. Итак, давайте посмотрим, что тут нужно сделать. Скраб удаляет шелушение, разглаживает рельеф, делает кожу мягкой и нежной. Значит, нужно просто нанести скраб и помассировать, и смыть частички. Смотрите, вот я вскрыла данную часть от этих патчей. И видите, какой скраб здесь такой розовый. Пахнет клубничкой. Сейчас нанесем на губы и посмотрим, что он из себя представляет, как будет отшелушивать наши губки. Скажем так, здесь довольно много этого скраба. Вот так я его нанесла. Ну, просто гладим, массируем. Сахарный скраб вкус ощущается такой сладковатый. Вот так вот делаем. Ну, можно не очень долго это делать. В принципе, все уже основное мы убрали. Ну, и особо там ничего и не было. Я что-то хотела еще сказать. Хотела сказать, что скраба прямо этого с лихвой. Я бы его использовала два раза, если бы это можно было. Но данную упаковку не предполагает использование второй раз. Сейчас вот я смыла скраб и хочу, что сказать, как будто пленочка такая небольшая вот тут вокруг рта. Какая-то как липкость даже. В общем, он как-то смылся и не смылся одновременно. Частички ушли, но вот эта вот часть, она прям какая-то как липкая. Ну, и теперь открываем гидрогелевые патчи. Здесь уже с другой стороны вот этот вот клапан. Ужасно открывается упаковка, вот что смогла надорвать пальцами. Придется все-таки воспользоваться ножницами и отрезать. Так, ну и тут вот мы видим вот такие вот патчи. Они еще здесь в упаковке. Здесь тоже надо открывать вот эту фольгу, снимать. И давайте почитаем, что нам делать дальше по инструкции. Так, вскрыть упаковку, удалить маску патч, отделить маску патча в пластиковой пленке и нанести маску патч на очищенный после скраба кожи. Стоит 15-30 минут. Снять маску патч и распределить остатки средства на кожу. Пленочку я отделила. Но здесь еще пленка. Короче, тут как-то очень сложно открывается. Та-дам! Все-таки мне удалось открыть. И наносим на губы. Вот так это дело все выглядит. Так, ну все, закончила я процедуру с губами. Могу сказать, что в принципе ничего не изменилось. Так, начнем теперь делать вот эту масочку Beauty Lab. Конструкция у нас банально, проста. Нанести маску на 10-15 минут и остатки распределить. Или смыть водой. Приступаем. Смотрите, внутри маска какого-то зеленого цвета. И смотрите, такая интересная, красивая радужная упаковка. Вот, но маска, она хоть и зеленого цвета, но она не зеленит. То есть, так скажем, она не красится. Честно признаться, я даже не знаю. Такая пена прям пошла, зеленая. Видите, маска, она пропитана вся экстрактом каким-то. Вот, ну вот я на шее чуточек нанесла. Вот он есть какой-то зеленый. Он прям пенится весь. Я здесь похожа на какого-то халка. Вот, ну посмотрим, что будет по истечении 10-15 минут. Пропитана она, конечно, очень-очень и очень. И получается, мы ждем от этой маски эффекта увлажнения и идеального тона. Буквально 2 минуты, и она, посмотрите, покрывается вся вот такой пеной. Пена прям такая обильная. Вот, смотрите, прям. О! И все лицо вот так в этой пене. Видите, какой эффект пошел. Сама делаю первый раз. Ну вот, решила вам сразу показать, что будет после. Ну, что сказать. В принципе, маска приятная, комфортная. Вот это вот, что пена образуется, это не мешает абсолютно никакому ощущению. Вот бывает, что пена образуется, такое пощипывание, такое как по щекотке такая идет. Ничего такого нету. Вот из-за того, что это, видно, тканевая маска, поэтому. Вот. В принципе, у меня пузырьковая была, тоже она так пенится. И сейчас есть. Просто я уже редко делаю маски. Все. Сейчас буду убирать, смывать. Смотрю результаты, расскажу. Ну, что хочу сказать. Маску прям пришлось обильно смывать. Просто распределить ее никак не получится. Приходится смывать идти. И по поводу вот этой бьюти лап. Ну, такие вот в качестве ухода за собой домашние, в принципе, нормальные средства, если делать периодически. Кожа, да, действительно увлажнилась. Вот. Скраб. Ну, не знаю, как его оценивать. Я вообще особо, не скраб, а вот эти патчи для губ, я вообще особо в них смысла не вижу. Это любая губная помада, любой бальзам вам также помогут, как вот эти ядрогелевые патчи, ну, как по мне. Вот. Единственное, что сидеть с ними неудобно, 10-15 минут вот так вот молчать. Например, для меня это не очень. Вот. Ну, в принципе, вот такая вот была сегодня серия средств бьюти лап. Вот. Смотрите дальше мой канал, будем дальше тестировать, смотреть, какие средства у нас есть в Эберликке, какие у нас есть в других фирмах. Вот. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока, до скорых новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok